Hello, my dear friends! Ребята, в честь Черной Пятницы 23 и 24 числа действует скидка 10% на все курсы Love School. Промокод под этим видео. В этом выпуске. Рейтинг языков программирования от GitHub. Новые возможности Firefox. Цифровой инструктор по горным лыжам. Реклама Lexus от суперкомпьютера IBM. Вы спросите, а сайт и полезный сервис будут? Конечно, да. GitHub опубликовала ежегодный отчет 2018 State of the Activers, в котором рассказала о рейтинге языков программирования. За 10 лет существования ресурса количество созданных на разных языках репозиторий превысило 1 миллион. В 2018 году самым популярным языком программирования на GitHub стал, здесь должна быть барабанная дробь, JavaScript. На нем было создано больше всего репозиториев. Следом за ним идет Java и Python. Эта же тройка лидирует в рейтинге языков программирования, который учитывает участников сообщества, вносивших изменения в репозиторий. Отдельно стоит выделить Ruby, который с 2015 года сильно сдает позиции. В то же время популярность TypeScript напротив в этом году активно росла. Ну и давайте угадаем, кто же удерживает первенство рейтинга языков в разных частях света. Правильно, JavaScript. Также не оставил без внимания GitHub и те языки, которые в 2018 году начали резко набирать популярность. Первую тройку составляют Kotlin, HCL и TypeScript. Компания Mozilla представила две новые функции, предложенные в рамках инициативы TestPilot. TestPilot предоставляет пользователям возможность оценить и протестировать экспериментальные функции, развиваемые для будущих выпусков Firefox. Для участия в программе необходимо установить специальное дополнение. В состав TestPilot включены две новые функции – PriceWise и EmailTabs. PriceWise позволяет отследить падение стоимости на выбранный товар на популярных торговых площадках, таких как Amazon, eBay и Walmart. Пользователь формирует список интересующих товаров и получает уведомления при падении цены. EmailTabs позволяет выделить одну или несколько вкладок и быстро отправить открытые в них ссылки, скриншоты страниц или текст содержимого на email. В качестве почтового сервиса для отправки в настоящее время поддерживается только Gmail. Дополнение также позволяет поместить открытые в выбранных вкладках ссылки в буфер обмена. Друзья, уже совсем скоро зима, и тысячи любителей горных лыж потянутся на склоны. Если ты не умеешь кататься или умеешь и хочешь прокачать свой скилл, то это новость для тебя. Carve – первая в мире технология, предназначенная для совершенствования техники катания на горных лыжах. Это цифровой лыжный тренер, дающий рекомендации в реальном времени. Система анализирует каждое движение и обратными сигналами корректирует действия лыжника. В основе комплекса лежат сенсорные датчики, встроенные специальные стельки. Также система формирует акселерометр, гироскоп и магнитометр, предоставляющий информацию о движении и положении лыж. Он же является мозгом системы, который координирует и вычисляет информацию, обеспечивает беспроводную связь со смартфоном. Весь комплекс состоит из пару умных ставок, стелек, двух трекеров, смартфона, на котором установлено приложение Carve, и наушников. Carve фиксирует каждое движение на спуске. Функциональность системы позволяет анализировать трюки. Райдер может выбрать определенный урок, соответствующий его уровню катания, и Carve проанализирует и даст рекомендации по его улучшению. В общей сложности Carve анализирует более 35 метрик. Система сама определит уровень катания лыжника, а также отслеживает движение и положение лыж. Мониторинг характера и степени нажатия на лыжи. Функциональность системы позволяет сохранять информацию о всех спусках. Вся информация сохраняется в облаке, в персональном профиле. Ее можно сравнить с результатами других райдеров. В приложении есть функция Leaderboards. Данные профиля можно выгружать и отправлять друзьям или тренеру. Стоимость одного комплекта составляет 229 долларов. Сейчас компания работает над созданием подобной системы для сноубордистов. Лыжи в ноги и вперед! Искусственный интеллект на базе суперкомпьютера от IBM Watson сочинил сценарий для рекламного ролика компании Lexus. Искусственному интеллекту скормили телерекламу элитных товаров за последние 15 лет, которая получила премию на международном фестивале рекламы «Каннские львы». Также специалисты из Университета Нового Южного Уэльса MindX Австралия добавили данные об эмоциях зрителей. Третьим компонентом стала инструкция по использованию элементов фирменного стиля Lexus. Все это позволило искусственному интеллекту проанализировать эмоции людей, построение сцены, контекст и прочие параметры. Готовый сценарий был передан режиссеру Кевину Макдональду. При этом ему рекомендовали ограничить объем диалогов в ролике. В результате их там нет вовсе. Справился ли искусственный интеллект с задачей? Решайте сами. Полезный сервис этой недели поможет вам оценить, насколько ваш сайт хорош. WebDev — это новый ресурс для комплексной оценки сайтов от Google. Инструмент позволяет разработчикам оценить такие характеристики, как производительность, в соответствии с требованиями поисковиков, доступности, ПВА и других. После аудита портал показывает рекомендации к улучшению. Сайт этой недели — дизайн интерьеров. Просто включим музычку и погуляем по нему. Сделано со вкусом. Всем спасибо за просмотр, друзья. Вы у нас замечательные. Ставьте лайк и отправляйте это видео друзьям. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!